Вскрытие показало, ремонтные работы, связанные с раскопками на дорогах, стали бичом Саратова. Открытые ямы и котлованы не только уродуют городские улицы и создают автомобильные пробки, но и подвергают опасности жизнь пешеходов и водителей. В чем причина и как с этим бедствием собирается бороться городская власть, в нашем следующем сюжете. Улица Кузнечная, участок между Комсомольской и Октябрьской. Эта яма с оголенными трубами раскопана два месяца назад. Устранив течь, теплоснабжающая компания «Т-Плюс» бросила котлован, не восстановив дорогу. Балансодержатель нарушил все сроки, говорят городские чиновники. Срок они не завершили, продление разрешения не сделали. И направлено Комитетом дорожного хозяйства и благоустройства претензионное письмо устранить впоследствии до 28 октября. Тоже мер никаких не принято. Теперь здесь настоящая ловушка для людей и машин. Вокруг даже нет ограждения. Соседние котлованы, где тоже велись работы, тепловики, правда, засыпали. Но обычным грунтом без уплотнения. И такие места для Саратова не исключение. Это одна из таких серьезных и глобальных, я бы сказал, проблем в городе Саратове, на которую городская власть, в общем-то, повлиять сильно не может. Потому что тепловая организация меняет коммуникации. Соответственно, все это происходит очень долго. И в конечном итоге дорожное покрытие, которое они нарушают, они восстанавливают очень плохо. Представитель компании Т-Плюс объясняет, на Кузнечной хотели сделать как лучше. Много лет здесь постоянно рвутся трубы, поэтому нужны масштабные работы. Закончить мы это хотим на той неделе. Сейчас с Балакова нам везут трубу. Мы хотим заменить вообще весь этот участок. Вот еще один участок Саратова с похожей проблемой. Перекресток улицы Рабочая и Астраханская поплыл спустя год после ремонтных работ Т-Плюс. В нескольких местах просело дорожное полотно, провалился люк. Сейчас в Саратове не менее чем на 40 участках теплотрассы ремонтные работы не закончены. Или покрытие восстановлено с нарушениями. Кроме того, глава города пытается понять, почему тепловики периодически ремонтируют трубы в одних и тех же местах. Асфальт проваливается, у нас образовываются ямы. И, соответственно, у нас все дороги вот такие вот. За вашей работой. Мы вот о чем мы говорим. Вы некачественно отрабатываете с нарушением технологии. Чтобы решить проблему, есть два пути. Обращаться в суд или искать компромисс. Обе стороны решили выстраивать отношения, исходя из принципов сотрудничества. Помогая друг другу в решении важнейших для города вопросов. Обеспечения жителей теплом и горячей водой. Юлия Шишкина, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов.